Очередная проверка готовности Сочи к приему участников Всемирных игр колясочников и ампутантов прошла накануне. Глава города лично обошел самые многолюдные улицы в центре Сочи и проверил, как работают подъемники в подземных переходах и нет ли замечаний по состоянию тактильной плитки. Напомню, во время такой же проверки в начале этой недели мэр города сделал большое количество замечаний. Во многих местах даже в самом центре города безбарьерная среда была нарушена. Уложенная к Паралимпиаде тактильная плитка во многих местах потрескалась. Специалистам было дано поручение в срочном порядке вернуть городу безбарьерность. Последний обход показал, что с этой задачей чиновники справились достаточно быстро. Конечно, доступность мы в полном объеме выполнили. И действительно, для людей-колясочников удобные пешеходные переходы, удобные лифты, подъемники, все работает. Уверенно могу сказать, что нашим гостям, участникам всемирных игр, ампутантов будут оказывать помощь волонтеры. И все же без замечаний не обошлось. Но по большей части они касались не безбарьерной среды, а чистоты в городе. Подъемники заработали, но инвалиды не должны пользоваться грязным оборудованием, подчеркнул глава города. То же самое касается и тротуаров. Тактильную плитку привели в порядок, но в целом чистота сочинских улиц составляет желать лучшего. Отмыть плитку и привести в порядок газоны и клумбы – вот главная задача, которую Анатолий Пахомов поставил перед городскими службами. Эта работа уже идет полным ходом, ведь всемирные игры колясочников и ампутантов стартуют уже в субботу. Продолжение следует...